Всем привет, ребята, и сегодня у нас вот такое вот красивое, возможно, начало видео. И это видео я вам преподношу как такой небольшой подарок на 14 февраля. Я очень надеюсь, что вы его оцените, так как это то видео, которое, мне кажется, ожидали очень многие относительно моих конспектов, относительно моих записочек, нататочек и так далее. Так сказать, полноценное видео про ноутс, откуда я беру свои идеи, вообще сколько это плюс мне занимает времени, и всё, что я могла рассказать, мне кажется, что я постаралась вместить сюда абсолютно всё. Если остались хоть какие-то другие вопросы, не забудьте оставлять мне их в комментариях. Вот так выглядит мой инстаграм, просто напоминание, чтобы вы обязательно зашли туда и подписались. Ну и давайте, наконец-то, начинать! Итак, как и всегда, безумно рада вас приветствовать за кадром, с моим закадровым голосом, ну и, конечно же, тавтология, как и всегда. Ну и сразу же, заранее, всё-таки предупреждаю, что уже было сказано в дисклеймере, но я всё-таки повторю это на всякий случай, если вдруг кто-то его пропустил. Всё абсолютно сказанное в этом видео, это мои личные советы и мой личный опыт, набранный за последние 3-4 года, как я веду конспекты уже, максимально в таком классном ключе, когда я от этого получаю полноценное удовольствие, и когда вот этот вот подростковый возраст взял, так сказать, своё. Большинство конспектов, которые я здесь покажу, будут относиться к биологии не потому, что это мой любимый предмет, а потому что на биологических конспектах мне легче всего показать, как я советую их делать, как лично я их делаю и так далее. Здесь и рисунки, и текст, и оформление заголовков и так далее, так что здесь вы можете наглядно увидеть абсолютно всё и сразу. Моё базовое, самое начало из всего того, когда мы выбираем нашу тетрадь, это, конечно же, её формат. Здесь я, как всегда, посоветую формат А4, который я считаю просто идеальным и самым непревзойдённым. Ведь не так давно я попробовала снова формат А5, к которому мы все так привыкли со школы, и поняла, насколько же это неудобный и отвратительный просто формат, в котором невозможно нормально писать заметки, так что это огромная-огромная база, на которой строятся абсолютно все, наверное, дальнейшие советы. Хотя вы, конечно, можете попробовать их преобразовать и в более маленький формат А4, это А5, А6 и так далее. Самое важное, я считаю, это внешнее, как бы не просто оформление, но и хранение, ибо вы всегда должны следить за страницами, как они у вас хранятся, вы всегда должны следить за торцами, ибо если у вас тетрадь не на пружине, а я советую брать тетрадь не на пружине, ведь в тетради на пружине рано или поздно всегда ждёт одна и та же участь, это выпавшие, вырванные, разорванные просто страницы, ведь вот эти вот клеточки или кружочки, в которые вставляются пружины, они всегда абсолютно хотя бы на некоторых страницах, но вырвутся. Вот, ну а если же вы выбрали все-таки просто обычную тетрадь А4, то всегда следите за тем, чтобы вот этот вот главный торец, да, в который у нас вклеены все страницы, чтобы он не рассыхался. Если такое случается, просто доклеивайте скотчем, и все у вас будет держаться, все будет идеально, все будет супер, я обещаю. Если же такое уже произошло, то всегда старый добрый скотч помогает и для обычных страниц. Также, если вдруг где-то какие-то кончики или краешки разорвались, не паникуем, а просто их аккуратно подклеиваем. Именно таким образом ваши конспекты можно будет пересмотреть и через год, и через два, и найти какую-то информацию, которую вам нужно было найти, и они не будут просто убраны в ути или потеряны, как, например, у меня это случилось с большинством тетрадей на пружинках. Второй блок сегодняшнего видео, о котором мы с вами поговорим, и это, наверное, будет самый долгий блок, это внутреннее оформление тетради. Это безумно важная часть, которую я советую не пропускать никому, и самое-самое-самое то, о чем всегда все думают, когда вспоминают о красивых конспектах, о пинтерском вот этом вот оформлении, это хайлайтеры. И, пожалуйста, самое главное правило, ребята, это цвета. Цвета должны между собой сочетаться, если вы хотите, чтобы ваши страницы между собой как-то сочетались. Выгодили более по-пинтерскому, по-красивому, по-эстатичному. Здесь всегда цвета должны между собой сочетаться. И здесь я лично для себя всегда выбираю более пастельные цвета маркеров, хайлайтеров, вот этих вот выделителей, кто как их называет. Соответственно, для меня, например, цвет, который безумно красиво сходится и подходит друг к другу, это розовый, фиолетовый, голубой. Это мое самое любимое сочетание. Ну и также вы можете выбирать другие форматы. Я для себя также периодически брала желто-розовый, голубой или красный, оранжевый, желтый. С зеленым здесь можно желтый, зеленый, голубой. В общем, такие цвета, которые между собой как бы могут перейти один в другой и так далее. Но здесь опять-таки зависит, можете выбирать просто свои любимые цвета, но цвета должны быть похожи друг на друга, либо как-то сочетаться. Когда это просто радуга у вас происходит такая, да, в тетради, это выглядит обычно некрасиво и просто бросается в глаза. И такой небольшой моментик, о котором я также думаю, что стоит упомянуть, это визуальное разделение страницы всегда на четыре ровных части. Я считаю, что это всегда все-таки дает вам более конкретное понимание соответствия сторон друг к другу. И таким образом вы можете всегда понимать, как красивее разделить ваш конспект так, чтобы он выглядел аккуратно и информация выглядела четко разделенной, а не просто набросанной буквально все, что угодно из учебника или из презентации, которую вам дал преподаватель. Например, для данного момента я вам дам ситуацию, когда нужно сравнить два каких-то предмета, или когда вам нужно показать различия между ними и так далее. В таком случае очень круто подходит идея, когда вы разделяете ваш лист А4, опять неважно, на две ровных части по центру и пишете с двух сторон про два разных предмета. Таким образом сравнение получается идеальным и все это выглядит аккуратно. И сейчас у нас будет тот самый момент, который очень-очень много кого может триггернуть. Простите, ребята, но это почерк. Почерк влияет очень много на что. Если вы думаете, что у меня был идеальный почерк на его начало, нет. И я не считаю его до сих пор идеальным, ведь когда я ленюсь, он абсолютно скатывается сильно. Но, тем не менее, я над ним все еще работаю и буду работать. И работаю где-то с класса четвертого, наверное, максимально так. И здесь я хочу сказать, что вы с самого начала должны для себя определиться, хотите ли вы писать дальнейшим прописными буквами, или вы хотите писать печатными, ведь это очень много что влияет. Я для себя выбрала и тот, и другой вариант, но печатными я пишу исключительно в заголовках, а вот приписными я пишу весь остальной свой формат. И я также отрабатывала свой почерк на английском, ведь там буквы другие. И это также может много что, я считаю, для себя менять. В целом, я посоветую отработать конкретные буквы, которые у вас получаются плохо, или те, которые очень часто могут быть заглавными, ведь это очень много на что влияет. Когда заглавные буквы выглядят более аккуратно, красиво, и когда они не такие, например, как у всех других людей, потому что я выбирала специально отдельные буквы, которые мне безумно нравятся. Это, например, буквы в моем имени, такие как Д, Й, как бы Й, правильно? Такие как А и другие, в общем, те, которые очень часто бывают в начале предложений, В та же. И я их отрабатывала под себя, подбирала, какая из них мне нравится больше. Я писала 15 разных вариантов, которые у меня получались, и тот, который мне нравился больше всего, я его отрабатывала много-много раз. В общем, это те же самые прописи, которые у нас были когда-то в детстве, но уже более такой upper-уровень, да? Ну и заскакивая все в тот же паровоз, в тот же поезд, я хочу здесь сказать про разнообразие в самых-самых всевозможных почерках, которые вы можете только для себя сделать, ведь чем больше их будет, тем красивее и более как-то эффектно будут выглядеть ваши конспекты. Конкретнее я здесь скажу о том, что, например, вы можете сделать разные почерки для выделения нового раздела, новой темы, каких-либо важных моментов или вопросов, на которые вам стоит ответить. Например, когда вам дает преподаватель какой-либо вопрос, и дальше вы пишете огромный разбор этого вопроса, как конкретно на него ответить, какой-то, не знаю, высунувок, да? И это очень много на что влияет. Это действительно очень круто, когда вы можете имитировать несколько разных почерков. Это в целом, я считаю, безумно классная практика, просто потому что действительно так очень круто можно разнообразить ваши конспекты. Ну а теперь мы переходим к теме выделения, и та, которая влияет очень много на кого, я знаю, что это очень такая важная тема для многих, это выделение текста. Что же стоит выделять, а что не стоит выделять? Лично я для себя определилась спустя многие-многие годы, что нужно выделять только самое главное, а не все подряд. Я знаю, что очень многим нравятся эти красивые цвета, и хочется выделить буквально все, что угодно. Но стоит так не делать, тогда это начинает выглядеть наляписто, и так, словно вы просто пишете обы что, только бы выделить. И это не значит, что нужно, например, не писать вообще ничего, а писать только самое важное. Вы можете приписать и весь учебник, и всю презентацию, но выделяйте только ключевые моменты, которые действительно нужно запомнить, на них обратить внимание и так далее. Также хочу здесь такой моментик вставить, то, что выделяйте ярко заголовки и определение текстовыделителями, например, какие-то термины, а не выделяйте снова-таки просто буквально весь текст. Также лично я для себя как еще сделала какие-то важные моменты, я пишу более толстой ручкой и потом еще их выделяю. Таким образом, они еще сильнее и ярче выглядят в контексте, и легче запоминаются мозгу. Следующий очень важный момент — это удобная канцелярия, а не просто красивая. То есть она действительно может быть какой-то привлекательной, милой, красивой, но выбирайте больше свое удобство, чем какую-либо привлекательность и красоту, ведь это также много на что влияет, вроде того, как год или два года, или даже три года назад. Все мы использовали вот эти вот ручки, у которых на конце были либо какие-то хвосты, какие-то штучки, в общем, все, что было как-то связано с нашими любимыми героями и так далее. На данный момент это уже не так актуально, но просто поверьте мне, удобная канцелярия — это безумно важно. Например, не просвечивающиеся хайлайтеры. Это спасет вашу жизнь. Я обещаю. То же самое с ручками, которые не будут переходить на следующие страницы. То есть здесь, опять-таки, не используйте фломастеры и маркеры. Используйте хайлайтеры, которые изначально для этого предназначены. Также ручки, которые не текут, я знаю, что это безумно сложно, и придется перепробовать огромное-огромное их количество. Но поверьте, это того стоит, и это очень также на многое, на что повлияет даже на ваше собственное удобство и на затраченное в дальнейшем время на выполнение конспекта. Ну и не забывайте стабильно менять пластики, ведь если их не менять, позже они становятся грязными и оставляют грязные такие следы на ваших конспектах. И это приводит только к испорченным, например, страницам, когда он в итоге не стирает карандаш, а просто их протирает насквозь. Ну а теперь мы переходим к третьему и последнему на сегодня блоку. Это техника выполнения ваших конспектов. Также здесь я вам покажу свой личный, как бы, так сказать, небольшой конспект относительно этого видео, и просто вам покажу, что не всегда всякие фломастеры и хайлайтеры решают это дело, ведь в данный момент я абсолютно не использовала ни одного, кроме просто обычной черной ручки. Итак, собственно, мы всегда начинаем. Самая база — это просматривание материала, который будет затрачен, затребован и так далее. Ведь это влияет, поверьте мне, на все, так как вы уже можете примерно оценить объем работы, где у вас будет заголовок, где окончание, где важные термины, где, возможно, какие-то рисунки. Всегда, всегда, это просто огромный же совет, рисуйте рисунки до того, как начинаете писать ваш текст уже на странице и умещать его. Ведь таким образом вы можете уместить текст относительно рисунка, а не рисунок относительно текста. Я безумно надеюсь, что все поняли, о чем сейчас идет речь. Следующее — это у нас выбор прописи или печать, и я уже объясняла, в чем же суть. Следующее — это брошпены или оформление вашего заголовка. То есть вы сразу же решаете, будете ли вы его оформлять в печатном стиле или же снова-таки в прописи. Ну и не забываем про выбор цветов, которые должны сочетаться друг с другом. Это могут быть все возможные оттенки синего, фиолетового или фиолетовый, розовый и синий. Любые другие цвета, которые вам нравятся, но которые будут сочетаться друг с другом. Следующее — это у нас оформление заголовка и дата. Я советую оформлять заголовок четко по центру, особенно если это начало раздела, а дату умещать в правом верхнем углу, если это правая страница, или в левом верхнем углу, если левая страница. Следующее — это, конечно же, текст, и очень часто нам нужно разделить наш текст на какие-то bullet points, в общем-таки ключевые моменты. Для этого нужно использовать разные символы и значки разделителей. Их можно найти просто огромное множество. Это могут быть звездочки, кружочки, квадратики, стрелочки, все что угодно. Это важная часть. Выберите какой-то конкретный. Я для себя всегда выбираю стрелочки и черточки, или также могу выбрать кружочки, просто такие черные, потому что они друг с другом сочетаются. Если вы берете звездочки, то, скорее всего, вы можете использовать в итоге потом в своем конспекте только звездочки или кружочки, если они друг с другом будут сочетаться. Абсолютно в каждом конспекте у нас всегда есть какие-либо термины или ключевые моменты, которые нам нужно объяснить другими словами. Для них мы всегда используем болт. Это как бы у нас такой жирный шрифт, либо же цветные ручки или хайлайтер. Здесь на ваше уже личное усмотрение я использую болт и хайлайтер, а вы можете использовать, например, только цветные ручки, если на это у вас есть ваше желание. Также очень важный момент. Я лично для себя приняла решение никогда не сокращать слова, ведь от этого конспект выглядит каким-то резаным, ломаным и так далее. Но я знаю, что для многих это очень важно, ваше время вот это вот сэкономить, эти 2-3 секунды. Если для вас так легче, вы понимаете, что потом вы все равно разберете слово, и вы знаете, как сократить его правильно. Так сказать, go ahead. Ну и последнее, самое важное, что я могу сказать в оформлении, в технике оформления конспектов, это стараться не отвлекаться на что-либо другое, не включать какие-либо шоу, мастер-шефы, не знаю, счастливое похудение и так далее. В общем, давай поженимся, все это не включаем, мы просто пытаемся сконцентрироваться на вашем конспекте, на домашке и так далее, которую вы оформляете, иначе вы будете допускать огромное количество ошибок, не сможете сконцентрироваться на своем материале, то есть конспекта будет выполнен, а вот материал с вами заучен не будет. Если же все-таки ошибки были допущены, советую здесь аккуратно их исправить, можно просто зачеркнуть, если есть корректор, исправить корректором, но ни в коем случае не зачеркивайте, не перерисовывайте с черным цветом и так далее, таким образом вы просто делаете кашу-малашу в своей тетради. Ну а напоследок хочу вам показать свою стральс по математике, которая очень намного, так сказать, что повлияла, ведь это тетрадь по математике все-таки, то есть там нет особого текста, это просто черчение, ну и, конечно же, бесконечное количество цифр, которые никогда не заканчиваются. Хочу вам показать, как она выглядит для того, чтобы у вас был какой-то пример сравнения, что не всегда конспекты выглядят так красиво и так хорошо, как мои, например, конспекты по биологии, ведь я действительно ее безумно люблю и уделяю на них очень много времени. По математике особо я никогда не сижу дома, то есть это все те конспекты, которые я оформляю прямо в классе, то есть на те, которые я особо не уделяю, никакого вообще времени, и они просто вот такие, какие они есть, я не думаю, что у них стоит уделять много времени, это просто математика, в которой самое главное это понимание, и я очень надеюсь, что я смогла вам помочь этим видео, ну а на этом все, я очень надеюсь, что вам безумно понравилось это видео, спасибо за просмотр, и увидимся с вами уже в следующий раз, как можно скорее.